Здравствуйте, уважаемые друзья! Очень много просьб от вас поступило продолжить тему «Человек-гражданин физлицо» и в том числе проводить регулярно занятия по повышению правовой грамотности среди нашего, скажем так, народонаселения. Поэтому сегодня тема будет посвящена юрисдикции Российской Федерации и статье 67 Конституции Российской Федерации. Мы по-разному можем относиться к темам СССР, СФСР, гражданин физлицо-человек и так далее. Но сегодня я обращу ваше внимание на конкретный факт того, что Российская Федерация, а точнее органы так называемой государственной власти, которые относятся к Российской Федерации и представляют Российскую Федерацию на территориях так называемой Российской Федерации, «Они не имеют полномочий с вами ничего делать». Более того, если вы внимательно посмотрите этот ролик и досмотрите его, вы поймете, насколько долгоиграющие последствия у этой статьи 67, второй ее части, которая описывает юрисдикцию Российской Федерации. Прежде всего, что такое юрисдикция? Давайте обратимся к словарям, которые у нас есть в открытом доступе. Можем открыть и Википедию для начала и, соответственно, оттуда подширкнуть информацию. Например, Оксфордский словарь говорит о том, что юрисдикция – это право производить суд, решать правовые вопросы. Википедия нам говорит о том, что юрисдикция – это пределы компетенции того или иного суда либо другого органа государственной власти. В соответствии со сферой применения термин юрисдикция соответствуют следующие понятия – подсудность, то есть разграничение компетенции между судебными органами по рассмотрению дел, ну и дальше в зависимости от тех или иных споров. Затем второй термин, синоним, скажем так, синоним слова юрисдикция – это подведомственность, то есть отнесение того или иного правоотношения к соответствующему органу власти. Ну и, соответственно, еще дается ссылка, что в международном праве юрисдикция – это полномочия государства давать правовую оценку фактам, решать какие-либо правовые вопросы. В церковном праве – это принадлежность какого-либо прихода, храма, монастыря, общины верующих и культового строения одной из юридически легитимных церковных структур. Хотелось бы еще, кстати, вот в словаре Ожегова тоже привести в пример. Юрисдикция – правомочия – производить суд, решать правовые вопросы. Обладать юрисдикцией можно или, соответственно, подлежать чьей-либо юрисдикции, перейти под чью-либо юрисдикцию. В словаре Ушакова – юрисдикция. Право производить суд, рассматривать какой-нибудь правовой вопрос. Обладать юрисдикцией – это значит иметь возможность, соответственно, решать какие-то вопросы правовые, либо производить суд. Область, на которую спространяется такое право, подведомственность подлежать чьей-либо юрисдикции. В словаре синонимов – это правомочия под судность. В словаре, энциклопедическом словаре – это круг полномочий судебного или административного органа по правовой оценке конкретных фактов, в том числе по разрешению споров и применению предусмотренных законом санкций. В словаре иностранных слов под юрисдикцией – это правомочия подождать суд, решать правовые вопросы. Обладать юрисдикцией – подпадать почему-либо юрисдикцию. Соответственно, если вы, те, кто смотрит данное видео, считаете себя гражданами Российской Федерации, то вы автоматически подпадаете под юрисдикцию Российской Федерации. Но здесь есть один интересный момент, который вытекает именно из Конституции. Кстати, синонимы, которые также есть к слову юрисдикция, порядка десяти их. Ну вот почему-то преступность, один из первых, приводится в пример, хотя гораздо больше ссылок на компетенцию. Все-таки подсудность, компетенция – это ближе к пониманию юрисдикции. Правомочия, правомочность, право производить суд, судебный округ, судебный орган, отправление правосудия, зона ответственности. Итак, что такое само понятие юрисдикция, мы разобрались, хотя интересен тот факт, что в том же самом словаре юридических терминов Государственной Думы почему-то слово юрисдикция не находится, и там нет его истолкования. Но мы с вами все в словаре, в принципе, наиболее известные просмотрели. Теперь открываем 67-ю статью Конституции Российской Федерации. Мы сейчас тоже не будем говорить о том, что это только проект Конституции, это аферта, например, да, то есть мы можем это все обсуждать, но сейчас мы не будем это прям вот так обусоливать, потому что многие люди этого не понимают, и пока еще они даже до этого не дошли. Поэтому интересно посмотреть, как мы, кто разбирается в праве, можем грамотно использовать нормы Конституции Российской Федерации в свою пользу. Так вот, начнем с первой части, статьи 67-й. Территория Российской Федерации включает в себя территории ее субъектов, вы знаете, что у нас в Российской Федерации территории все поделены на субъекты, внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над ними. Кстати, предыдущая редакция, вот она на этом и заканчивалась до 2020 года, вот после добавок до 2020 года появилась еще вот эта фраза. На территории Российской Федерации в соответствии с федеральным законом могут быть созданы федеральные территории. Я так подозреваю, что это была добавочка включена с целью создания тех же самых ТОРов и закрепления их в конституционном порядке, территория приезжающего развития, которые, по сути, отдаются иностранцам о владении. Организация публичной власти на федеральных территориях устанавливается указанным федеральным законом. Итак, вторая часть, которая нас интересует сегодня прежде всего. Российская Федерация обладает суверенными правами и осуществляет юрисдикцию, обратите внимание, осуществляет юрисдикцию, то есть осуществляет свои права судить, применять законодательство, применять или иные права, что-то требовать от своих граждан и так далее. То есть по логике вещей эта фраза должна продолжиться так. Российская Федерация обладает суверенными правами и осуществляет юрисдикцию на всей своей территории, включая все субъекты, континентальное море, воды внутренние, воздушная пострадка и так далее. Но нет, мы читаем с вами, что Российская Федерация обладает суверенными правами и осуществляет юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации в порядке, определяемом федеральным законом и нормами международного права. Итак, дорогие друзья, какой вывод вы можете сделать сейчас из данной статьи, прочитав ее и уразумев? Совершенно очевидно, что суды Российской Федерации, органы Российской Федерации, полиция, имеется в виду МВД, сейчас Министерство Снадурных Дел, раньше назывались милиция, сейчас полиция, другие структуры силовые, они имеют право применять к вам законы Российской Федерации исключительно на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне. Я думаю, что многие сразу, может быть, это не поймут, я, кстати, хотел бы увидеть и услышать, и прочитать комментарии хороших юристов, грамотных юристов под данным видео, чтобы они сказали, что «Ой, Каменюк, ты дурак, ты неправильно толкуешь Конституцию». Я не против, я готов себя признать дураком и хотел бы, чтобы меня кто-то показал и научил, как правильно толковать Конституцию, в частности, например, вот эту норму. Мы пока на ней сегодня остановимся, хотя я других тоже расскажу. Поэтому с удовольствием почитаю ваши комментарии, чтобы понять, где же все-таки Российская Федерация может осуществлять свое право судить и право применять законы Российской Федерации. Кстати, эта тема на самом деле не нова. Где-то я, допустим, о ней с 17-го года знал. Вообще она с 17-го года пошла в народ, не знаю, кто ее раскачивал. Кто-то говорит, что одна из башен в Кремлях. Кто-то говорит, что структуры КГБ, ФСБ, которые это все выпустили, тему СССР в том числе, тему внимательного, детального анализа Конституции Российской Федерации, право познания. Но сам факт остается фактом. Это написано изначально в Конституции Российской Федерации с 91-го года. И наверняка те, кто понимал, как это грамотно использовать, они это используют. Многие, знаете, начинают как-то это все воспринимать слишком близко к сердцу. Говорят, нас тянут на континентальный шельф, нас тянут на морское дно. Друзья, вас никто никуда не тянет. Вы живете на земле. А вот, допустим, они, представители Российской Федерации, да, они должны, по идее, одевать акваланги, те же самые судьи. И в аквалангах, как говорится, осуществлять правосудие на морском дне на континентальном шельфе. Если вы начинаете понимать, о чем я говорю, и начинаете разграничивать эти понятия, например, паспорт и вы, да, и вы начинаете уже понимать, что вы это не паспорт, точно так же, как вы, это не удоставление личности, то, что вы это человек, биологический объект, как говорят некоторые чиновники, которые хочут кушать, и тогда вы начинаете разграничать эти тоже понятия и понимать, что мы-то на земле находимся, и органы так называемой Российской Федерации не имеют права, по большому счету, вас трогать, нас трогать. Не зря у них все добровольно. Вы вдумайтесь в эти моменты. Они даже, когда вам выдают паспорт в своих приложениях и приказах, прописали внутренних, что они вам могут только предложить расписаться. Они добровольно вас вакцинировали, они добровольно вас сегодня отправляют на мобилизацию. Но мы, конечно, знаем и видим, что они максимально пытаются принудить некоторых людей, и, в частности, история Сергея Владимирова, она продолжает оставаться на контроле. И, естественно, я от нее никуда не уйду в сторону. Мы будем продолжать освещать ситуацию с Сергеем и всячески, как говорится, помогать его семье и ему непосредственно. Но подумайте об этом. Просто мне очень хотелось бы, чтобы те люди, в том числе, которые сели в тюрьму по решению судов Российской Федерации, у которых, которые там сидят сейчас, которые имеют сроки от этой самой Российской Федерации, задумайтесь о том, что вообще происходило и насколько грамотно вас обвели вокруг пальца вот эти самые чиновники в черных мантиях, администраторы судов, кораблей, суден всевозможных. Это вообще на самом деле не смешно, потому что столько горя принесли, огромное количество горя принесли чиновники Российской Федерации тысячам и тысячам, может быть, миллионам семей в нашей стране и своими незаконными преследованиями и, в общем-то, незаконным, абсолютно даже противозаконным правосудием, которое вообще уже давно не правосудие у нас, оно направлено на ущемление прав и свобод человека и даже гражданина. Хотя о гражданах мы поговорим с вами в другой раз, конкретно про то, кто является гражданином, кто не является. Разберем немножко закон о гражданстве, насколько это возможно будет в объемах видеоматериала, видеоролика. А я вас хочу сейчас еще вернуть к Конституции Российской Федерации и вспомнить еще одну статью, ту самую злополучную статью номер 3, где сказано, что носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многоценальный народ. И давайте вторую часть этой статьи откроем и посмотрим. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти, органы местного самоуправления. Высшим непосредственным, часть третья, высшим непосредственным выражением власти народа является референдумы свободного выбора. Конечно, мы с вами не видели с 91-го года референдума и несвободных выборов, то по существу выбора-то никто уже и не верит. Никто не может присваивать власть Российской Федерации, захват власти или посреди полномочий властных, преследуется по федеральному закону. И ссылка идет на уголовный кодекс, на статью, соответственно, 285-ю. Сейчас я посмотрю, секунду, 278-ю. Так вот, мне хотелось бы также услышать от вас, как народ, в соответствии с частью, в соответствии с частью 2-й статьи 3 Конституции может осуществлять свою власть непосредственно. Просто напишите в комментариях, как вы думаете, как это может происходить. Потому что выборы, никто не верит уже в основном на стране. Да и выборы-то фактически давно можно признать нелегитимными, еще с 2000-х, с начала 2000-х годов, когда убрали предел явки, и выборы подчищают стабильно меньше 50% населения. То есть они практически все нелегитимны, ни о чем они. То есть как может представители 7% населения руководить, например, Городской думой Петербурга-Камчатского? Да никак, это абсурд. Но, тем не менее, это происходит. Ну, а я хотел бы вас спросить все-таки, еще раз этот вопрос поднять и попросить прокомментировать, кто, точнее, как народ Российской Федерации, люди, живущие здесь, на территории Российской Федерации, могут осуществлять свою власть непосредственно. Напишите свои предложения. Хотелось бы их рассмотреть и обсудить в следующем ролике. До скорых встреч, дорогие друзья!